Всем привет, друзья! Меня зовут Михаил Климчук. В гостях у нас сегодня Александр Ломека, руководитель компании ID.G, компания, которая занимается выпуском рекламной продукции для продвижения бизнеса, товаров и услуг бизнеса. Добрый вечер, Михаил! И хочу поприветствовать всех, кто нас смотрит, будет смотреть. И благодарю, что позвал на программу. Это для меня, на самом деле, такой, наверное, ну не то чтобы первый опыт, но давненько я уже не находился в прямом эфире и вообще в записи эфиров. Мы не рассуждали с ведущим или с коллегами на какие-то темы, поэтому это очень интересно. Особенно, что у нас сейчас наша жизнь, наверное, выходит из какого-то кризиса, я надеюсь. И поэтому, я думаю, интересно узнать мое мнение и тех людей, которые у тебя уже были и которые будут. Поэтому благодарю. Саша, я к тебе специально подготовил. Вот ты единственный человек, наверное, кто так вот не побоялся. То есть я специально подготовил достаточно пару горячих вопросов, поэтому не переключайтесь, досмотрите, дослушайте. Вот при этом очень у нас хороший звук и хорошая картинка. Осенью этого года состоятся выборы в Государственную Думу, а также в ЗАГС Собрание. Это первый такой вот момент. И второй момент. Ты в курсе вообще, кто от нашего города будет представлять интересы города либо в Государственной Думе, либо в ЗАГС Собрание? Ну, на самом деле, не могу сказать, что я в этом году, вернее, даже в прошлом уже году, сильно следил за этой темой, потому что все мы знаем, чем все занимались в прошлый год. Спасались от коронавируса, от пандемии, от трудностей, которые были у многих. Разумеется, я считаю, что это очень важная тема, и каждый человек, житель нашего города и страны, он обязательно должен принять в этих выборах, ну, как вообще в выборах, участие. То есть ты считаешь, что надо принимать участие? Просто есть у кого-то такая позиция, что я не пойду, потому что меня, ну, то есть выберут без меня и так известных людей? Моя позиция заключается в том, что каждый человек, гражданин нашей страны, житель города, он обязательно должен идти на выборы. Это касается выборов в Госдуму, в Государственную Думу, и выборов президента обязательно. И самое важное, на мой взгляд, это не оставаться в стороне. Даже когда у нас происходят выборы в Совет депутатов, которые кажутся многим какими-то не очень серьезными, наверное, и существенными. Потому что, ну, что такое, казалось бы, Совет депутатов? Но это люди ошибаются, я считаю, что все начинается с каких-то маленьких шагов, с маленьких кирпичиков строится дом, строится наше будущее вот с этих местных выборов. Если возвращаться к твоему вопросу по поводу выборов в Госдуму, то я скажу честно, что я пока не знаю, кто будет представлять наш город и от каких партий. Но я думаю, что это будут, конечно же, известные всем люди, которых, возможно, мы уже видели на предыдущих выборах. И в Совет депутатов, и в Законодательное собрание Ленинградской области. Поэтому я думаю, что, наверное, какой-то особой интриги не будет, мое мнение, в плане того, что это будут известные политики, деятели нашего города, которые мы всех знаем. Поэтому лично это мое мнение, я не вижу причин, чтобы были какие-то сюрпризы, потому что я стараюсь следить и пока не вижу таких вот, может быть, темных лошадок, которые, может быть, выстрелят. Но, возможно, я ошибаюсь, это будет интересно, если такие лошадки есть. Ты заметил, что предыдущие выборы по другим, скажем так, областям иногда стали побеждать технические кандидаты. И причина этому даже отчасти умное голосование, которое сейчас уже не понаслышке, все о нем, наверное, уже слышали, что эта технология, скажем так, работает. И вот поэтому темные лошадки могут быть действительно в нашей политической жизни и зачастую даже побеждать. Ты знаешь, я вот хотел бы уточнить здесь, а почему все-таки побеждают технические кандидаты? Ведь тех кандидатов, которые бы мы хотели видеть, мы, наверное, не видим. То есть они никоим образом не могут себя представить. Потому что вот я выходил дважды, то есть дважды пытался избраться в местный совет депутатов, и я столкнулся с серьезными такими проблемами, как сбор подписей. Это один момент. Второй момент, если тебя никто не знает, то, соответственно, тебя даже дверь не откроют. И третье, о какой программе идет речь, если ты только-только идешь, и по идее все твои обещания, это, ну как сказать, я могу пообещать, но все совершенно по-другому. Вот. Поэтому вот такой вот вопрос. Умное голосование все-таки сможет у нас сделать расстановку сил совершенно по-другому? Или это минует наш город? Ты имеешь в виду электронное голосование? Нет. Умное голосование – это когда, ну, скажем так, кто-то за нас, нам предлагает некий вариант выбора из того, что выбора, например, условно говоря, нет. Ну, возможно. То есть это человек, который принял участие? Да. Ну, спорят. Которого не знают? Да. И почему именно выбирать технического кандидата? Задам тебе вопрос, скажем так, корректирующий. А почему называется умное голосование? То есть у него слово «умное» – это в каком контексте? Ну, ты знаешь, это как «умный дом» из той же серии. Ну, как может быть дом умнее, скажем так, собственника? Хозяин. Ну, вот я с тобой соглашусь. Ты очень правильно задал вопрос, почему оно называется умное. Ты знаешь, у людей отсутствует банальная функция – это сравнение. Когда ты слушаешь и слышишь, что тебе говорят, ты не торопишься сделать выводы, а сначала ты пытаешься собрать информацию, проанализировать и потом уже дать какой-то свой ответ. Потому что у тебя богатый жизненный опыт и соответствующее образование, чего нет у людей. По поводу технических кандидатов и по поводу возможности людей как-то выдвинуться, поучаствовать, может быть. Сейчас, я считаю, очень много возможностей в плане коммуникаций. Это интернет, это соцсети. Это, на самом деле, очень серьезные инструменты, которые позволяют человеку даже без специального оборудования, без специальной техники, по сути. То есть, имея сотовый телефон, выйти в эфир, записать обращение, записать репортаж. Ты сейчас говоришь про дневник депутата, у которого миллион двести подписчиков сейчас. Скорее говорю о возможности человека, который сидит дома утром, смотрит соцсети, YouTube, например, нашу программу. И он решает, почему мне не пойти в депутаты или в кандидаты или в общественные деятели. И, по сути, имея вот этот обычный смартфон, он может начать какую-то деятельность. Значит, ты задал вопрос, почему некоторые люди, имея возможность или зарегистрировавшись, или не зарегистрировавшись, они не получают какого-то отклика. Ты знаешь, я считаю, что ошибка многих кандидатов или общественников, что они начинают слишком поздно свою так называемую избирательную кампанию или воздействие на умы избирателей, свой контингент. То есть, они буквально за какое-то короткое время начинают атаковать их обещаниями, листовками, постингами в соцсетях, добрыми делами. Но это происходит слишком поздно. Вот человек должен это начинать делать. Вот закончились выборы. И сразу начинать. И он должен сразу начинать делать это, найти то, что он хочет делать искренне. То есть, вот я хочу, например, помогать людям. Например, я и Михаил Кремчук. И еще какие-то люди. Они должны сразу начинать это делать. Они должны начинать делать не детские площадки. Это не их компетенция. Но кому-то помогать, где-то участвовать, где-то засветиться лишний раз. А получается так, что люди ждут, ждут, ждут 4 года, там 3. И потом за 3 месяца они резко начинают нас атаковать в наши почтовые ящики, ходить. Естественно, у людей, которые уже наелись этими избирательными технологиями, устаревшими, на мой взгляд, они вызывают отторжение и недоверие. Потому что этих людей появляется очень много. Вот такая атака на мозг избирателя, она, во-первых, уже неэффективна, я считаю, давно. То есть, я вообще, например, против листовок, которые бросают в почтовые ящики и которые клеят на деревья. Это атовизм. Завершая этот вопрос, то есть, любой человек может, но он должен работать с избирателем. Должен пытаться найти к нему ключ. Заранее, чтобы его люди знали, когда он подойдет, и чтобы они не ассоциировали этого избирателя с добрыми делами в кавычках. Ассоциировали его вот здесь, что этот человек на протяжении 4-5 лет, он сначала потихоньку, незаметно, но как-то появился в жизни этих избирателей. А уже этот человек сам должен для себя решить, это будет искренне или это будет предвыборная технология. Депутаты обещают много чего. То есть, мы в вашем дворе сделаем там, если надо, и песочницу для взрослых. Будете играть. Но ведь они же, с одной стороны, обманывают избирателей, потому что они же не за свой счет это делают, а за счет денег именно этих избирателей. Легко говорить, когда ты тратишь не свои деньги. То есть, об этом мало кто задумывается и мало кто спрашивает, а что он такое обещает. Ведь зачастую, если сейчас говорить о нашем совете, то там далеко не профессионалы своего дела. То есть, это не люди чего-то добились, а просто эти люди, которые их просто выдвинули, чтобы они были. Это моя твердая такая позиция, что в совет депутатов должны входить медицинские работники, которые, например, занимают действительно серьезный, важный пост. Это могут быть представители бизнеса, которые что-то били своими усилиями, которые понимают ценность и слов, и ценность тех поступков и тех действий, которые может повлечь тот или иной выбор в пользу какого-то определенного предложения. Я думаю, что это одна из таких серьезных проблем, что, наверное, наше общество еще политически не созрело для каких-то таких серьезных решений. Отсюда идут и проблемы другого плана экономического. Давай тогда сейчас перейдем все-таки к вопросу про детей. Я уже говорил о том, что я уже начинаю замечать о том, что многие люди, которые занимают различные посты, и уже становится ясно и понятно, что они идут дальше, либо в ЗАГС Собрание, либо в Государственную Думу, поэтому они начинают ходить по различным учебным заведениям. Тем самым, скажем так, проникать в сознание, в детское сознание. Потом же скажут, что дети вне политики, когда они собираются на митинг. Но ведь сами же взрослые, с одной стороны, втягивают детей в политику. Это же получается осознанное решение чего-то. Осознанное решение – это имеется в виду тех людей, которые ходят. Михаил, ты знаешь, я, если говорить об обочих чертах, то мое отношение, конечно, к вовлечению детей, оно отрицательное. И отрицательное по какой причине? Отрицательное именно в том плане, что я считаю на месте родителей, на месте учителей, допустим, каких-то наставников. То есть задача воспитания ребенка – это воспитание будущей личности, который не должен пока задумываться о каких-то конкретных политических предпочтениях, о каких-то политиках. Разумеется, политика – это дело не такое белое, как многие считают. И это, как ни странно, это нормально в том плане, что это очень жесткая борьба. Это очень жесткая борьба во всем мире, и не только в России. И в Америке, если посмотреть их политические дебаты, как они происходят, и сравнить с нашими, то там, по факту, очень гораздо жестче все происходит. Но если возвращаться к детям, то, конечно же, я не думаю, что надо повлекать их в какую-то политику, в том плане, что они должны сформироваться. Потому что они вырастут, они попадут в этот серьезный, тяжелый, трудный и несправедливый мир. Сами станут политиками, кандидатами, избирателями. Но до того, как они пройдут вот этот этап, родители должны заложить в их головы такие вещи, как финансовая грамотность, воспитание, чтобы они выросли порядочными и нормальными людьми, которые уважали старших, уважали наш город, окружающий их мир, животных, пожилых. Чтобы они любили свою страну, в том числе и были патриотами обязательно, потому что без этого никак. Но вовлечение их в какие-то политические игры или еще что-то, то есть, конечно же, это опасно. Потому что даже неизвестно, куда может повернуться маятник, маховик, стрела. То есть ты хочешь направить их туда, они повернутся туда. Ты знаешь, я понимаю, что тема Украины уже избита, и у каждого есть свое мнение по этому поводу. Но, честно говоря, посмотрев, как происходило это там, например, или как происходило в Белоруссии, если мы не будем касаться именно кто прав, а кто виноват, а будем говорить чисто о поведении, о том, как дети, молодежь себя ведет. Я бы не хотел этого в России, потому что это слишком жесткий сценарий. Эти люди правы или те правы. Я не могу решать, и дети не могут решать, и подростки. Но свою энергию они могут направить не туда, а куда именно, это мы не знаем, правда это или нет. Все-таки человек, у которого есть какой-то жизненный опыт, взрослый человек, он понимает. Он понимает, как платятся пенсии, откуда берутся деньги на зарплату, как зарабатывает предприятие, кто акционер, а кто простой рабочий. Молодежь и дети все-таки, они видят это немножко в розовых очках или в каких-то идеализированных контурах, скажем так. И их представление в голове, оно на 99% не соответствует этой действительности. То есть, например, они могут выйти и потребовать того, что сделать нереально. А правильно это или нет, это тоже вопрос. Поэтому пусть они, наверное, будут заниматься именно своим образованием, воспитанием, и в том числе и родители, и учителя. Поэтому я, конечно же, подводя итог, я бы не хотел, чтобы дети наши вовлекались во все это, даже если это преследуют какие-то благие цели. Но давайте лучше будем объяснять им какие-то жизненные принципы, опять же, как быть порядочным, как быть честным, как хорошо учиться, как хорошо работать и хорошо отдыхать. И мы получим нормальное, здоровое общество. В том числе это будет общество, которое будет беречь свой двор, беречь свой город, и все это сложится в рамках страны, вот в один такой хороший союз, я считаю. То есть, возможно, я говорю какие-то банальные вещи или слишком обобщенные, но я думаю, это база, это база вот. Мы не знаем, что закладывает в голову детей, молодежи, и все это может привести к каким-то неконтролируемым последствиям, которые просто могут выйти из-под контроля. То есть, вот это, я считаю, опасно. Ты считаешь, в любом случае, что преподаватель должен защищать всяческие детей, при том, что, скажем так, его дальнейшая работа в этом месте может быть прекращена. То есть, все начинается с малого, да? То есть, мы должны даже в этом случае стараться уберечь и защитить детей. Максимальным образом отградить именно от манипуляций на них, чтобы они пересказывали там своим родителям, что кто-то там приходил. А наоборот, преподнести им жизненный урок, связанный все-таки с финансами, с экономическим образованием, мало-мазь. Каждый, в принципе, родитель может, ну, скажем так, на пальцах объяснить и рассказать своему ребенку. Да и, чтобы было понятно, дети уже с детства вручены в экономику, когда они даже просят пару рублей у своих родителей, идут, покупают чупа-чупсы. Так или иначе, они чему-то приучаются и уже делают, уже вот в этом маленьком возрасте определенные выводы. То есть, лучше, чтобы они подошли к этому и осознанно, ты правильно так говоришь, они озлоблены, что им что-то навязывали, и чтобы не было у них вот этот запрос на кардинальные перемены. Чтобы на выходе они посеяли не то, что невозможно там, да, а то, что реально, хотя, по крайней мере, здесь и сейчас. Ну и, скажем так, вот, опять же, возвращаясь к выборам, может быть, в какой-то степени, то есть люди, которые, например, которых не видно и не слышно, которые появляются там за несколько месяцев или там за какое-то время выборов, они начинают проводить какие-то мероприятия, делать какие-то дела. Да, возможно, что там это хорошие люди, они действительно желают добра, но это выглядит, как какая-то манипуляция. И это происходит одновременно. То есть, стали делать это, стали делать то, там это все стало освещаться. И, конечно же, конечно же, молодежь и дети, они это наблюдают и могут сделать какие-то выводы, и потом спроецировать их на какую-то другую область или понять, что этот человек обещал, но не сделал. То есть, разумеется, их мозг, он не сформирован, в том числе ни экономики, ни инвестиции, ни пенсионные дела какие-то. То есть, они этого ничего не знают, откуда берется зарплата, откуда вообще происходят какие-то вещи. Поэтому я понимаю, что оградить их, наверное, нереально, потому что мы обсуждаем такие вещи, но оградить их очень сложно, потому что, опять же, у нас есть интернет, у нас есть YouTube, TikTok, телевизор, кино, в конце концов. В отличие от того, что, когда приходят политику в школу, то здесь одномоментно идет, скажем так, образовательный процесс везде, то есть, во всех школах, в отличие от интернета. Интернет все-таки позволяет человеку выбрать то, что он хочет потреблять. Здесь вот как раз вот эта избирательность, которая присутствует в интернете, в отличие от того, что когда ты пришел на урок, тебе должны сегодня рассказывать про математику, а тебе пришел дядя и что-то там рассказывает. Я считаю, что это, по крайней мере, несерьезно, и своего потребителя надо искать не там, потому что потребители, я в таком вот ключе говорю, но именно потребители определяют, кто будет, скажем так, руководить дальнейшие 4-6 лет, куда будет двигаться страна. То есть, голос избирательный очень дорог. Скажи, пожалуйста, ты как вот избиратель, а какого ты бы хотел видеть политика, которая бы представляла исключительно твои интересы? Ну, если говорить… Не именно по свойствам, что он хороший должен быть, а конкретно, может быть, какими делами он должен себя утвердить в твоих глазах, да, чтобы он утвердил, сказал, что да, вот этот человек имеет в моих глазах определенный статус. Да, вот, например, был такой товарищ у нас, избирался в президенты, Павел Грудинин, да, то есть мы прекрасно понимали, что это руководитель совхоза, который что-то сделал, добился, сохранил колхоз, да, предоставил хорошие места для работы, обеспечивал жильем, да, то есть вот есть как бы реальный результат. Вот твой какой представитель? Ты знаешь, я хотел бы, наверное, видеть человека, если говорить в общих чертах, если говорить в общих чертах, этот человек, конечно же, должен быть очень опытным управленцем, то есть, ну, лично мое предпочтение, что это, наверное, какой-то все-таки человек, ну, не 20 лет, чтобы ему было, не 25, и даже, может быть, не 30. То есть вот у меня нет такого большого опыта, наверное, наблюдения за какими-то вот людьми конкретными, именно вот иметь с удовольствием, если говорить Ленинградскую область, может быть, как-то я вот последние годы больше занимался развитием нашего предприятия, вот. Ну, ты знаешь, хотелось бы, конечно, чтобы это был какой-то производственный опыт, то есть это действительно какой-то промышленник, или это хороший там, допустим, ну, возьмем условно город Н, даже пусть не Сосновый Бор. Это промышленник, это хороший какой-то, допустим, там, ну, нейрохирург, который его знает весь город, вот, или это действительно какой-то профессор, то есть это, я говорю, условно, естественно, эти профессии, ни в коем случае не обидев там все другие. То есть это профессионал, в первую очередь, это первое. Второе, я считаю, что вместе с этим не каждый профессионал может быть хорошим политиком, он может быть хорош в своем деле, но он может плохо говорить, он может не уметь выстраивать какие-то политические или другие взаимоотношения с другими регионами, с другими депутатами, может быть, даже с президентом, а может быть, даже и с президентом не нашей страны, если он очень талантливый. Поэтому этот человек должен быть коммуникабельным, ему должны верить. Есть ли такой человек? Я думаю, что да. Если мы не будем, как бы, углубляться в какие-то персонажи, персоналий, точнее, извиняюсь, то такие люди есть, я думаю, у нас, вот, в основном бару, я считаю. Попадут или будут они выдвигаться, этого я, к сожалению, не знаю. Вот. Но люди должны ему верить. То есть он должен иметь такой имидж, что люди должны ему верить. Вот как себе, как будто это свой парень. Ну, так условно говоря, да, то есть не в прямом смысле парень, а это твой сосед, твой соратник, твой такой вот друг, которому ты можешь доверять. Вот если ты можешь ему доверять, то, соответственно, ты будешь видеть в этом человека-защитника. Это первое. Такой первый блок. И второе, что я считаю немаловажным, вот этот человек должен иметь какую-то поддержку. У нас вообще страна, вот наша Россия, она особая. То есть вот этот политик, он не должен быть изгоем. Как бы кому не хотелось, но он должен иметь поддержку, какой-то лобби. Ну, в хорошем смысле этого слова, связи. То есть он должен как-то нарабатывать или приобрести, ему должны помочь. Этого я не знаю, потому что я не политик, но я вот так вижу. Потому что если человек будет изгоем, у него не получится что-то сделать для города, для области. Мы это знаем, это так. Потому что политика, как я уже говорил, это большая конкуренция. И очень жестокая конкуренция. Поэтому если ты будешь изгоем, реальность такова, что каким бы ты ни был талантливым, каким бы ты ни был рубах и парень, красавец, ну, если ты попадаешь в категорию изгоев политических, то твоя политическая карьера, она, к сожалению, не состоится. Она не состоится, да. И надо быть, надо уметь, понимаешь, выстраивать какую-то коммуникацию. Ну, такова реальность. Ну, вообще коммуникация одна из главных составляющих для тех, кто даже занимается бизнесом, ну, для политикой таким. Вот даже ты заходишь в магазин, Дикси, перекресток, лента, ты подходишь к продавцу, ты выстраиваешь с ним коммуникацию. Продавец может тебе улыбнуться, если ты хорошо с ним разговариваешь, грамотно. Ну, грамотно в плане по-человечески. Он может на тебя, как сказать, ну, не накричать, испортить тебе настроение, потому что ты ему испортил настроение. А политика – это во много раз круче. Вот если человек не умеет сдерживать, например, эмоции, если он не Владимир Вольфович, конечно, для которого это своя манера поведения, и мы его таким знаем. Но если человек, например, не может себя сдержать в каких-то моментах, то он потеряет какие-то баллы. То есть очень много качеств. Но вот это мое видение вот такое. Наверное, как-то надо соединить эти качества. И вот тогда ты будешь успешным. И плюс еще что-то. Там везение, там нужный момент. Ну, я с тобой согласен. Действительно, что даже тут, дополнить в плане изгоя, что побеждает, особенно на серьезных выборах, это все-таки команда. То есть команда та, которая тебя поддерживает. То есть без нее, без этой поддержки действительно бесполезно что-то делать. Потому что, да, ты можешь занять какой-то пост, но иметь отрицательную, скажем так, поддержку, которая переведет все твои начинания, ну, скажем так, в никуда. Ну, как пришел, так и ушел, так и не заметит. Вот поэтому, да, коммуникация – это важная составляющая. Если мы затронем еще выборы, например, ну, не такие высокие, как выборы президента и в Государственном Думе, даже не в законодательное собрание, а выборы в наш местный совет депутатов. Ты как бы поделился своим жизненным опытом политическим, что ты попытался. Я считаю, что каждый будущий политик или кандидат, вот он должен работать со своим округом. Но работать здесь тоже надо понимать. Вот как найти ключ к своему избирателю. У кого-то протекает крыша, у кого-то не хватает парковок, у кого-то, я не знаю, капремонт, у кого-то нет детской площадки. То есть надо уметь вот найти. И, во-вторых, надо понимать, что депутат, он не может не взаимодействовать, вот, например, с администрацией нашей. Вот, ну, в плане того, что, когда он попадет, если ему повезет, в совет депутатов он должен будет решать бюджетные вопросы. Он должен понимать, откуда берутся деньги, что они не берутся вот просто из ниоткуда. И он должен людей мотивировать и как-то организовать, чтобы люди тоже участвовали в жизни города. Вот приведу такой пример. Вот наш глава, Михаил Воронков, как-то я слышал его выступление по поводу капремонта одного дома. Я уже не помню, какой это был дом. Это дом в Сосновом Бару, естественно. И он говорил правильные вещи, говорит это, что граждане, жители, вы должны объединиться. Вот вы живете в доме, у вас дом. Вы должны найти возможность и постараться объединиться, и решать эти вопросы, постараться эти вопросы начать решать. А вам помогут. Потому что, ну, жизнь такова. Нельзя сидеть и думать, что за тебя эти вопросы кто-то решит в администрации. Придет депутат, или придет какой-то чиновник, или придет депутат Госдумы, и у тебя будет парковка, у тебя будет капремонт. Я не говорю, что все справедливо в этом мире, но вот такова реальность, что люди должны найти в себе силы оторвать пятую точку и объединиться, чтобы решать вопросы, и им помогут. Вот глава говорил правильные вещи, я с ним полностью здесь согласен, потому что мы часто видим, что люди недовольны, что, например, у них мало парковочных мест. Но никто из них не попытается решить вопрос, позвать даже своего депутата, своего округа, и задать ему вопрос, дать ему поручение, а вдруг получится. Не просто поставить машину на газон, а пытаться решить. Это касательно и газона, и парковки, и капремонта, и детской площадки, и ям на дорогах. То есть это все решаемо, я считаю. Во всяком случае, надо пытаться, и надо пробовать, и надо начинать что-то делать. Это как бизнес, вот ты когда начинал, у тебя был стол, сейчас у тебя студия. Когда я начинал, у нас был компьютер, были из дома, и был какой-то принтер. Сейчас у нас производство. Вот то же самое, я считаю, это жизнь города, это выборы. То есть люди должны понять, что как раньше, такого не будет, как была, может быть, перестройка, Советский Союз. Это в прошлом. Сейчас нужно участвовать в жизни города, с администрацией общаться, с депутатами. И вот кандидаты, которые будут через какое-то время, они должны в том числе быть такими, ну не проводниками, а такими связующими звеном, который поможет людям выстроить такую коммуникацию, в том числе с главой, с его заместителями, с комитетами. И я считаю, что это получится, это должно получиться, это мое мнение. Вообще, когда меня спрашивали, какая твоя программа, ну я одной из таких вот формулировок говорил о том, что моя задача как депутата, пока кандидата был, как кандидата, которые меня изберут, то моя задача научить людей пользоваться ресурсами для того, чтобы, во-первых, их объединить. То есть первая такая цель была, это их объединить для решения их проблем. Потому что занимаясь бизнесом, да, вот кто-то скажет, почему у тебя так много хватает времени на все, чтобы ты там, ну вот, постоянно где-то мелькаешь, все, что ты как-то вот успеваешь делать. Дело в том, что я умею организовывать других людей. Ну это у меня такая, как сказать, суперспособность. Вторая суперспособность, я умею решать. То есть любые сложные задачи я умею решать. То есть я не ною, я ищу пути решения проблем. Самое легкое, наверное, поднять лапки и сдаться. Вот, поэтому первая цель, это все-таки объединить людей. Для этого существуют различные ресурсы, потому что за политиком, за депутатом, который представляет округ, да, должна идти сила. Потому что по статистике, когда я избирался вот здесь на молодежной, то округ насчитывает 2500 избирателей, а пришли проголосовали где-то порядка 547 человек. То есть я набрал третье место с первого раза, да, то есть вот кто-то пришел, как говорится, проголосовал. Но это о чем говорит? Что за кандидата, который победил, вообще проголосовало 10%. То есть он набрал где-то порядка 230, там 250 голосов. То есть 2500 может принять решение, а проголосовали за кандидата всего 10%. Вот как бы это статистика. Поэтому действительно надо общаться и нужно объединяться. Если говорить вот про бизнес-центр, в котором мы находимся, здесь был туалет, да, в который входили с улицы, там, и с одной стороны это неплохо, когда приходят в бизнес-центр, но когда ты приносишь мыло, его просто кто-то ворует, начинает как-то надоедать. Поэтому мы сделали, врезали замки. Вот я всех обошел, всем сказал, давайте сейчас я все сделаю, все это организую, то есть примерно будет такая-то стоимость. Сделаю дубликат, и если к вам приходят гости, выдайте им ключик, да, то есть чтобы, ну, люди тоже могли ходить. Ты знаешь, после того, когда я все дело сделал, мне практически тут ходят, и по плечу сейчас, все, чувак нормальный. То есть вот таким вот маленьким способом можно действительно объединить людей, когда ты просто выступаешь инициатором и что-то делаешь, и потом у тебя появляются поддержки, потом даже у тебя формируется некий статус в этом обществе, да, и когда ты что-то говоришь, понимает, парень нормальный, парень что-то может сделать, ему нужна помощь в виде поддержки. Ну вот люди должны понимать, что проходят выборы, много кандидатов, и жену достаточно много, и разных партий, и беспартийных, и с какими-то взглядами. И казалось бы, гражданин, ты приди и поставь свою галочку. Есть же шанс, есть же шанс выбрать того человека, вот кого хочет ваш дом. Потому что, ты знаешь, вот лично мое мнение, когда мне говорят, что все фальсифицировано, я с этим не согласен. Ну 10% пришло, что проголосовало. Да, то есть куда делись остальные люди, почему они не прошли. И вот если мы спроецируем эту позицию на все, скажем так, не все, а многие стороны жизни, образование, улучшение жилищных условий, выборы, там пенсионные какие-то там вещи, и покажется, что люди очень, ну не хотят решать свою судьбу, понимаешь? Вот я даже не знаю, может ли кандидат достучаться какой-то, но, наверное, может. Очень трудно. Очень трудно, да, но мы приходим к тому, что людям говорят, вы придите, пожалуйста, на выборы. Пожалуйста, вам действительно дается выбор, то есть вы можете прийти, вы можете проголосовать не за вот этого, а за вот этого кандидата, который вам нравится, и которого вы считаете порядочным, актуальным, там, молодым, может быть, или старым, опытным, или неопытным, у кого есть шанс, но люди им не пользуются. Понимаешь, когда говорят, что на выборы пришло 25%, я всегда задаю вопрос, читая в соцсетях гневные комментарии о том, что наша жизнь ухудшается. Ребята, а где вы были? Не надо говорить, что все решено, это не так. Это не так. Ну, представим с тобой гипотетическую ситуацию. На выборы пришло, этой ситуации, естественно, не будет, но на выборы пришло 80% жителей города Сосновый Бор. Или даже 90%. Ценность голоса повышается сразу же. Понимаешь, и ситуация может измениться настолько, а может не измениться, она может подтвердить. Поэтому все в руках людей, и они могут и парковку в своем дворе организовать, и детскую площадку, или, во всяком случае, сказать, я попытался, я действительно что-то попытался изменить, что-то сделать. Пусть у меня не получилось, но я еще раз попытаюсь. У людей будет опыт. И им не надо будет говорить, что все плохо, и там не делают, там не делают. Если вы объединитесь, у вас будет шанс наладить жизнь в своем дворе, например. Понимаешь, ведь никто людей не заставляет сваливать мусор не там, где надо, или ставить машину не там, где надо, или не убирать за своими домашними четвероногими друзьями. Ведь все в наших руках. Согласись, что наш двор превратится в европейский двор, если мы действительно будем какие-то вещи элементарные делать, которые настолько простые, что их любой человек может делать. Ты сказал самое главное, мы. Мы, да. То есть не кто-то, а мы. Я до пандемии достаточно часто бывал в Европе. Ну, очень люблю Германию, Нидерланды. Посмотреть, как живут люди. И ты знаешь, там вот дело не только в политике, даже не в политике. В культуре. Многие люди не представляют, кто сидит в Бундестаге. Многие даже не сразу скажут, кто такая Ангела Меркель. Действительно есть такие люди. Но эти люди, они смогли наладить в своем дворе хорошую, нормальную, комфортную жизнь. Они вместе делают свою жизнь лучше. Я считаю, что вот к этому мы должны стремиться сами. Так это самая главная формула, скажем так, счастливой нации. Это когда мы, опять же, вот возвращаясь к мы, мы не следим и не смотрим за политической ситуацией на Украине, в Сирии. Нас должно волновать наш двор, наш магазин, наша школа. Вот пока вот мы не начнем, правильно ты говоришь, вот решать проблемы здесь и сейчас. Не загоняться там в прошлое, что вот мы когда-то были великой страной. Не думать о том, что нас кто-то хочет захватить. Потому что это, ну скажем так, специальная ложная информация, по которой уводит большое количество людей, специально развлекая таким вот способом. Ну то есть политика это все-таки больше всего развлекательный контент. Есть у нас достаточно яркие примеры там, да, то есть которые уже там по 30 лет. Вот. Постоянно устраивают какие-то шоу. Давай, наверное, от политики перейдем к более насущным проблемам. Это электрификация транспорта в России, ну и, конечно, в Сосновом Бару. Если ты, может быть, видел, если за новостями местными следишь, у нас тут Александр Сельков уже, наверное, там 3 или 4 автомобиля на электрической тяге опробовал, и пару постов я видел, что он выкладывает. Что ты вообще думаешь про электрификацию? Потому что это все-таки ближайшее будущее, которое, ну, скоро должно наступить. При том, что у нас есть атомная электростанция рядом, которая как раз позволяет так неплохо снабжать электроэнергией. На мой взгляд, за электрическим транспортом, конечно же, будущее. Это несомненно. Я не могу сказать срок, когда электротяга полностью вытеснит бензиновые и дизельные двигатели. Но, на мой взгляд, самое главное – это инфраструктура. Инфраструктура, которая будет обслуживать этот огромный автопарк, который, предположим, вытеснил бензиновые и дизельные автомобили. Это подзарядка, это замена батареи, это ремонт, это совершенно новая конструкция. Второй момент. Я, наверное, все-таки осадил бы таких оптимистов, которые говорят, что скоро все это произойдет. На самом деле в мире, и в России, и в мире огромное и очень мощное нефтяное лобби. И в США оно еще более мощное, чем в России, я считаю. В Саудовской Аравии, в других каких-то странах. В первую очередь в США, потому что мы знаем, что США – это экономика номер один. Китай уже пытается. Я сомневаюсь, что пока не будет вот такой инфраструктуры, эта техника вытеснит электромобили. При нашей жизни, вот с тобой, я думаю, этого не произойдет. Потому что я пока не вижу технологий, которые сделают это очень быстрыми и доступными средствами обслуживания этих автомобилей. Ну, например, подзарядка. Вопрос. У тебя закончился бензин, ты подъехал на заправку, ну, 5 минут, условно говоря, 10. Если в очередь, то 15. Ты залил свой бак топливом и поехал дальше. Если у тебя закончилась батарея, что ты будешь делать? Как это будет реализовано? Ну, смотри, здесь ты сейчас говоришь о модели, модели потребления. Если ты спросил конкретно меня, в какую сторону я сделаю сейчас выбор, либо у меня должно быть два автомобиля, то есть первый автомобиль для городской черты, то есть где достаточно иметь запас хода 400 километров. Но так как я часто езжу, например, в Санкт-Петербург, в ту сторону, или я, например, могу собраться и поехать в Северодвинск или в Крым на автомобиле, то меня, конечно, волнует самое главное. Это дальность хода от заправки до заправки. Вот у меня машина на дизельном топливе, 1200 километров запас хода. Обеспечить мне это сейчас электромобиль ни один не может. Ну, то есть у него, понятно, там 500 километров, условно говоря, да, и каждого 500 километров я должен останавливаться. Ведь самое главное, ты тоже сказал, для того, чтобы зарядить полностью батарею, нужно потратить, может быть, там 3-4 часа. То есть нет пока сейчас у меня 3-4 часа для того, чтобы просто зарядить автомобиль. Поэтому здесь мы говорим о том, что если в семье, например, два автомобиля и один из них чаще всего используется для городской черты, то, может быть, да. Если же для дальних расстояний, то нет. Каждый делает свой выбор. Тут действительно, ты правильно сказал, это инфраструктура, насколько удобно и каким способом мы будем заряжать. Понятно, что это может вытеснить существующие, скажем так, бензиновые и дизельные двигатели, но только в том случае от того, как будет все обустроено. Потому что если каждый начнет бездумно тыкать вот эти зарядные станции, к чему это может привести в 90-х? Это когда киоски появлялись, да, везде сплошь и рядом, и сейчас их уже, скажем так, почистили. То есть не приведет ли это к такой же ситуации именно вот с этими зарядными станциями? Я пока не вижу таких технологий, которые, ну ни в коем случае я не являюсь скептиком, которые говорят, что ничего этого не будет. Потому что в начале 19 века тоже живые повозки владельцы, они говорили, что автомобиль Форда, это очень дорого, это очень нерентабельно, и лошади по всему миру, и по всем улицам ходят, они очень недорогие в обслуживании, что это никогда не произойдет. И ставили палки в колеса. Ну, чем это закончилось, мы знаем. Я убежден, что тот технологический уровень, на котором сейчас находится эта технология, в том числе автомобиль Тесла, Илона Маска и другие какие-то разработки, этого недостаточно, чтобы совершить рывок. Но я считаю, что мы находимся на таком этапе, это промежуточный этап, который приведет к рывку какому-то. Ведь наука, она развивается огромными темпами. Вспомни, 20 лет назад, да даже 10 лет назад, что такое был смартфон? Он не мог нормально транслировать, записывать видео, ну настолько, как это сейчас происходит. Сейчас на телефон можно снимать фильмы, и это успешно делается, и транслировать. HD-качество, и выше даже, и технологии, технологии, технологии. Поэтому я считаю, что вот этот этап, это больше для таких энтузиастов и для богатых людей, наверное. Игрушки. Игрушки, это просто богатые игрушки. Ну, цена вопроса за новый автомобиль начинается, там, минимальная, это китайская версия, там, я так понимаю, слышал, что от 2,5 миллионов. Конечно. Да, например, там, типа Теслы, это уже там и 5, и 6 миллионов. То есть ты понимаешь, что это, в принципе, батарея, как бы жестянка там, да, в виде какого-то кузова. И, в принципе, это все, и ты начинаешь задаваться вопросом, а почему это столько там стоит? Мы прекрасно понимаем стоимость аккумулятора, да, и не совсем понимаем цену, которую нам предлагают купить. Понятно, что чем большее количество покупают, тем дешевляется производство. Но сейчас это действительно дорогая игрушка. И, опять же, как я сказал, вот мое мнение, что очень сильное нефтяное лобби, нефтегазовое, энергетическое, плюс очень огромное количество построенной инфраструктуры, в том числе построены танкеры, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы и масса-масса производств. Это огромные деньги, это огромный капитал, и это не то, что огромный, это суперогромный капитал, который просто так не уйдет. Это мы должны понимать. Если касаться России, то у нас огромная территория. У нас еще предстоит очень много построить дорог и инфраструктуры в целом, не только для зарядки автомобилей. Поэтому в России я считаю, что это отдаленная перспектива. Но такие люди, как Илон Маск, это промежуточное звено или даже первопроходцы, которые заложили основу электротяги. Что произойдет через 50-100 лет, мы не знаем, но мы достаточно вспомнить, что было 100 лет назад. И что сейчас, какие технологии сейчас. И нетрудно понять, что через 100 лет может быть просто фантастические достижения. И я думаю, что они обязательно произойдут. Потому что будут появляться обязательно новые ученые, новые разработчики, стартапы. Венчурные фонды будут вкладывать в это деньги. Обязательно. Ведь одна из проблем еще, кстати, электромобилей. Допустим, не до конца изучен такой вопрос, как экология. Насколько они воздействуют на экологию? Как на экологию воздействуют электрокомпоненты? И что делать с батареями? Как их утилизировать? Представь, если будет в нашем городе, даже если взять, это 30 тысяч батарей, которые через какое-то время, их надо где-то заряжать, их надо утилизировать. Как это все делать? И масса, масса, масса вопросов. Очень много в Голландии зарядных станций около домов. Очень много, действительно. Где автомобиль подключается к розетке, стоит столбик, и он заряжается. Но это Голландия. Это одна из развитых стран Европы. Еще в Германии. В Германии тоже. Больше я такого, наверное, не видел. И вот мы должны подождать, когда вот эта инфраструктура все-таки начнет развиваться. Но я согласен, что за этим будущее обязательно. За электричество. Потому что нефть и газ, они все-таки закончатся когда-нибудь. Да, они закончатся. И труднодобываемые. Вот Россия, это труднодобываемые источники, чем, например, в Саудовской Аравии, где, условно говоря, можно вкопать вентиль в землю, и открыть кранчик, и она потечет. В России это трудноизвлекаемые источники, и они конечны. Лучшая в мире атомная энергетика, я считаю, это корпорация Росатом, наша атомная станция и другие станции. Это за этим будущее. И в том числе какие-то технологии, которые будут взаимодействовать. Ведь мы видим, что Росатом, он сейчас во многих отраслях начинает взаимодействовать. С другими предприятиями свои технологии внедрять, что-то развивать. Поэтому обязательно это 100% произойдет, я уверен. Перейдем к жизненному вопросу. Более спустимся. Да, да, да. От технологии спустимся к обычной жизненной ситуации. Это связано, наверное, с пенсионной реформой. И самый, наверное, главный вопрос, что делать гражданину после 40 лет. Потому что если смотреть на пенсионный фонд, то существует по принципу пирамиды. Ну, то есть, о чем-то идет речь. Что человек работает, работает, отпадает деньги в пенсионный фонд. После того, когда он выходит на пенсию, этих денег все равно не будет хватать. Ну, потому что съедает инфляция. Это один из важных моментов. И второй важный момент, это то, что для перераспределения пенсионных отчислений нужны люди. Должны арендовать помещение, либо его купить, обогреть, подать электричество. То есть, нанять персонал. То есть, в любом случае, есть жирный-жирный минус. Соответственно, это можно покрывать за счет чего? Когда в эту пирамиду, ну, не эту, а, скажем так, вообще принцип пирамиды. Когда в эту пирамиду вовлечены еще другие участники, которые покрывают, скажем так, издержки первого, вступившего в эту систему. Так вот, самый главный вопрос, да, что делать человеку, потому что после 40 лет уже поздно что-то делать. Точнее, надо желательно вот тут 40 лет все, начинать откладывать куда-то деньги. Потому что этого не хватит. Вот сейчас маленькая такая пенсия у людей, да, сколько там, 12-13 тысяч. То есть, это очень маленькие деньги. То есть, сейчас, да, хорошо, мы получаем заработную плату, а потом будет, не будет. Мы уже понимаем, обещали, что вы выйдете в пенсию, например, в 60 лет, а сейчас выходите в 65 лет. Обосновывая это различными причинами. Но причина, я уже ее назвал, в этой пирамиде не хватает ресурсов. Потому что отчисленность Российской Федерации, она сокращается. То есть, мы сейчас, я не знаю, будет, не будет перепись, мы, возможно, узнаем, что у нас сейчас не 145 миллионов, а, возможно, все 136. То есть, вот в чем основная причина. Ты знаешь, я отвечу этот вопрос, затронув наше предыдущее рассуждение. Я считаю, что современному человеку нужно поменять свое мировоззрение. И начинать это делать надо как можно раньше. В том числе, заниматься этим должны родители детей, про которых мы, кстати, говорили. И мы уже затронули эту тему. Задача современного человека – это интегрироваться в наш очень жесткий, жесткий мир. Многие люди, и мне их искренне, я им сочувствую. И мне их жаль, например, наших пенсионеров, которые еще родились в Советском Союзе. Или взрослые люди, которые родились в Советском Союзе, и они находятся на пенсии. Значит, если не обсуждать именно вот аспекты различные, то мне их жаль, они попали в другую систему. То есть, они жили при одной системе, попали в другую. Да, произошел слом одного строя и другой. И они попали вот в эту новую экономическую и политическую систему, несправедливую, на их взгляд. Ну, это их право решать, справедливая она или несправедливая. Сейчас уже выросло поколение, которое не знает, что такое Советский Союз. Или плохо его знает. Если мы в общих чертах скажем, человек, который хочет получать пенсию, он должен самостоятельно заботиться о своей пенсии. И начинать это делать, конечно же, не в 40 лет. Мне кажется, даже вот родители могут делать какой-то пенсионный фонд своим детям. Как это делается вообще? Ну, самый один из лучших вариантов, скажем так, финансирования своей старости, это инвестирование денег. Существует много различных способов, но это один единственный действенный способ, потому что когда ты занимаешься инвестированием, а не просто отчислением своего дохода в пенсионный фонд, ты тем самым аккумулируешь денежную массу, которую можно превратить, например, в покупку какой-то недвижимости. То есть когда наступает пенсионный возраст, ты можешь, скажем так, те деньги, которые ты накопил, использовать. И в принципе не заморачиваться, ездить отдыхать туда, куда ты хочешь. И после того, когда, скажем так, твоя жизнь закончилась, есть то, что можно передать своим детям, в отличие от пенсионных отчислений. Они сгорают, это прекрасно, когда ты вышел в 65, прожил до 95, я проживу еще больше, но все деньги я выгребу из пенсионного фонда. Или ты все-таки, даже если ты не дожил, но что-то оставил своим детям, да, вот как вариант. Вот что дает, ну вот колоссальная вот эта разница, а то, что дает инвестиции, в отличие от пенсионных отчислений. Вот, поэтому в любом случае инвестиции это ваш друг для того, чтобы жить, ну, по крайней мере, безбездно и, по крайней мере, быть уверенным в завтрашнего дня. Потому что, вот я пальчиком там махал, и когда ты говорил про детей, то дети знают, что сейчас могут сказать. А с какого перепуга я должен платить? И они это скажут. И они это скажут. Вот это ближайшее время. То есть это не за горами. Это 2024-2020, ну, по 2030 год. Это то, когда парадигма, она уже изменилась у этого подрастающего поколения. Она скажет, а с какого перепуга я должен начислять 22%? Если я эти 22% могу инвестировать, извините меня, купив недвижимость или вложить деньги, положив просто на банковский депозит, получу больше. Но если он работает официально, у него белая зарплата, то за него это будет делать его работодатель. Ну, здесь тоже, вот я вчера был на курсе предпринимателей, да, но я вообще не понимаю, зачем человек работает. Ну, и так, и так официальный. Если человек индивидуальный предприниматель, он тоже официально работает, да, то есть мы сейчас говорим о классической системе сотрудничества, когда работник устроен в штат. Соответственно, он теряет на 15 тысячах рублях до вычета НДФЛ, получает 13 тысяч 50 рублей. Но для того, чтобы ему на руки выплатить 13 тысяч 50 рублей, нужно заложить фонд оплаты труда до суммы 19 500. То есть на выходе он за год теряет порядка 77 тысяч. Если он перейдет на форму индивидуальный предприниматель, с этой же суммы 15 тысяч, то есть не 15 тысяч, а 19 500 в месяц, если мы умножим на 12 месяцев, это получается 234 тысячи. Выгода составляет на год, за год просто 22 тысячи. То есть если ты получал 15 тысяч рублей, то 22 тысячи это сэкономленные твои деньги, которые ты можешь перенаправить. То есть это больше, чем твоя заработная плата. Вот, 13-я заработная плата официально и легально. И вот об этом нужно задуматься здесь и сейчас. Здесь я могу тебе не то чтобы парировать, а что сказать на эту тему. Во-первых, не каждый человек может быть предпринимателем. А мы сейчас не про предпринимателя говорим. Мы сейчас говорим про ответственность. Имеется в виду, что он не захочет, вот допустим, я понимаю о чем идет речь, он хочет просто прийти на работу, ни за что не отвечать в плане организации процесса. То есть у него есть обязанности, он пришел в 8 утра, ушел в 4, в 5, в 6, ну у кого какой режим работы. Он не собирается быть самозанятым, он не хочет брать ответственность за уплату каких-то налогов, за какие-то отчеты. Он хочет, чтобы его оформили и все проблемы решал за него работодатель. То есть менталитет людей в России, особенно в России, у нас же очень мало на самом деле предпринимателей, так кажется, что много. Процент не такой большой. И поэтому я лично не думаю, что их столько много появится, людей, которые будут готовы взять именно в свои руки. А что касательно инвестиций, которые мы обсуждаем. Вот понимаешь, допустим, есть родители, есть там бабушки, дедушки, у них есть ребенок. Я понимаю, что когда он слишком маленький, он еще играет в игрушки. Но когда он уже подрастает, надо пытаться его, ну не то чтобы настроить, а во-первых, надо подать пример, чтобы он видел, как папа и мама относятся к деньгам. Как они в детской форме, понимаешь, в какой-то игровой форме. Есть же очень много программ. Не хочу обидеть любителей современной техники, но когда папа и мама покупают в кредит телефон за 100 тысяч рублей, при зарплате в 30 тысяч рублей, или покупают каждый месяц какие-то дорогие вещи, на которые у них нет денег, залазив в кредитную карту, то, ты знаешь, я сомневаюсь в будущем такой семьи безбедной. И ребенок, который вырастет, ведь он же все это будет видеть. Он на этом учится. Он на этом учится. Поэтому грамотно будут делать люди, которые своим примером будут подавать. А что касательно инвестиций, свою пенсию, вот мое мнение личное, что человек должен держать свои деньги в разных корзинах, как говорится. У него должно быть накопление в валюте, которые лежат на депозите, пусть даже под маленький процент. Для 91-го года, после вообще событий 90-х годов, вот у кого лежали в валюте какие-то деньги, по-моему, даже никто не потерял свои вклады. Кроме как, когда был именно самый переходный период. Но те люди, которые в 90-х вложили, они же не потеряли. Они как лежали в долларах, пусть они лежали. Ну, хорошо, не любишь-то доллары. Есть же масса других валют, особенно сейчас, когда можно со смартфона зайти и купить валюту. Купишь швейцарский франк. Второе, ты сказал недвижимость. Не у каждого есть возможность вложиться, потому что это высокий порог. Но вот я, например, лично мое мнение, вот лично я говорю про себя, то я считаю, что самое хорошее вложение – это депозиты в валюте, пусть даже под 0,001%. Это такой неприкосновенный фонд, который ты пополняешь по 50 долларов, там, или франков, или канадских долларов, или японской иены. Лучше, кстати, швейцарский франк. Второй вариант – это акции, фондовый рынок. Вот я считаю, что вот эти два, вот для меня лично, это, у меня есть тоже такой пенсионный фонд. Это лучшее вложение. Хоть люди относятся очень отрицательно, многие к фондовому рынку, но это предрассудок. То есть у людей нет информации. Понимаешь, им же не рассказывают в школе или родителям, что есть там возможность купить эти акции. Вот акция Сбербанка, там, лет 10 назад, она стоила 30 рублей, а сейчас она стоит 270 привилегированной. Вот акции я сегодня смотрел, понимаешь, вот как произошел скачивок. Даже за год. Было падение, в прошлом году было падение до таких серьезных минимумов. Кто выкупил вот эту просадку, сейчас они очень, кстати, неплохо заработали. Поэтому если бы люди вот с детских лет, с возраста какого-то, они это бы варились в этой теме, они понимали, что это не какой-то, извини, такое слово, есть лохотрон. Ну, будем говорить, что это не лохотрон, это не пирамида, это действительно фондовый рынок, который, например, в Европе, в Америке, никто там не держит деньги в депозитах. Все держат на фондовом рынке. Недвижимость хорошая вещь, но высокий порог. И надо понимать, что если ты купил комнату в неликвидном доме, где-нибудь на окраине Санкт-Петербурга, где растут эти гетто, или ты купил в неликвидном торговом центре, где проходимость ноль, то ты не будешь получать. У тебя, например, провал по аренде полгода-год, и ты не получаешь эту маржу, ты будешь платить земельный налог, коммуналку, допустим, и ты не будешь получать. То есть это надо аккуратно аренду, то есть это должен быть хороший район или квартира. Если квартира на Тверской улице в Москве, допустим, или на Невском проспекте, то это неплохая, наверное, инвестиция. А если у тебя квартира в Морино кредитная, где может не быть жильцов, то это, наверное, не что. Ну, здесь вот смотри, если мы будем сейчас говорить про инвестиции, то если даже вы покупаете недвижимость, то есть для банка вы становитесь, скажем так, вкусным лаковым кусочком с точки зрения дальнейших вас инвестиций в виде кредитных, заемных денег. В виде кредитных, да. Да, то есть ты правильно сказал, что высокий порог. Опять же, очень сильно зависит от того, куда ты вкладываешь. Вот я бы, например, порекомендовал бы сейчас войти, скажем так, в долю, либо выкупить часть каких-то там помещений в гостевых апартаментах. Это сейчас достаточно популярный бизнес. И есть компании, которые гарантируют тебе на протяжении двух лет, есть гарантированная фиксированная цена, не цена, а этот процент, это порядка девяти с половиной. И есть гибкая система, при которой ты можешь получить, например, минимально 4,5% и до, например, 14%, ну, то есть в зависимости от загрузки. И третий момент был, это то, что через два года начинается котловой метод, как они называют это, когда после третий год, то есть вот сколько продали, потом переиспределяется между собственниками по квадратным метрам. Вот, но что самое интересное, то есть ты вложил деньги, то есть зарабатывал деньги там два года подряд, так как недвижимость у нас в стране растет, да, ну, не только у нас, она вообще, в принципе, где-то растет, ну, где-то дешевеет, то ты можешь продать. И самая главная, наверное, задача и цель вообще инвестирования, это не в том, что ты можешь заработать там на том, что у тебя акции стали дороже. Нет, здесь надо смотреть на это, как вот ты заработал когда-то, например, там 100 рублей, и ты их просто сохранил в будущем именно свой труд, сколько ты вот вкладывал, то есть, ну, уже в перерасчете с учетом инфляции, то есть вот так. Понятно, что для того, чтобы зарабатывать, но я вот в том году заработал, потому что вкладывая, покупая акции компании Facebook, Google, Apple, когда, очень хорошо показала Tesla, то есть, когда все летело вниз, я знал, что вот сейчас надо еще чуть-чуть, я выкупаю, потом, и я знал, что они быстро отобьют, отыграют, и я на этом заработал. Я потом даже где-то писал пост, ребят, вперед, вкладывайте, потому что, ну, стоит туда заходить. Перейдем, наверное, немножко к медиаресурсу. Ты что-нибудь слышал вообще про Скопинского маньяка, который пришел к Сене Собчак дать интервью? Там еще небольшая такая интересная предыстория. Как только-только он вышел из мест не столь отдаленных, то ему предложили деньги, то, чтобы быть первыми, чтобы он дал им интервью, то есть вот где Сеня Собчак работает, я так понимаю, заплатили хорошие деньги, порядка миллиона рублей за то, чтобы он молчал, но только ей дал, скажем так, эксклюзивное первое интервью. Вот, и как ты вообще относишься к тому, что у нас маньяки, сексуальные маньяки сейчас дают интервью? Сейчас скажу честно, что я не следил за этой темой, видел только заголовки. Значит, я стараюсь, если чуть-чуть отойду в сторону, значит, как я читаю новости или смотрю, я фильтрую, то есть я захожу там в Яндекс, допустим, и новостные ленты. Все, что мне неинтересно или мусор, я не открываю. Вот именно эту новость я записал в мусор, но не потому, что это мусор, а потому, что мне эта тема была неинтересна. И я не смотрю Ксению Собчак, не слежу за ее творчеством и вообще за ее жизнью. Вот, но видел, что такая новость была во многих медиаресурсах, в интернете, очень было много ссылок. Значит, как я к этому отношусь? Я к этому отношусь нормально в том плане, что сейчас медиапространство – это что-то такое, ну не то, что невообразимое, оно трансформируется. То есть если мы посмотрим на YouTube 5 лет назад и сейчас, и на новости. Ну, возьмем, например, первый канал, второй канал, там еще какое-то НТВ, там ток-шоу, да, когда люди… А там нет журналистики. Когда люди друг друга перекрикивают. Но там нет журналистики. Да, и вспомни, я недавно, кстати, смотрел интересные записи 90-х годов. Это программа, например, «Взгляд» или «Час пик» Влада Листьева, как это были ток-шоу. Это просто небо и земля. То есть настолько изменился контент и подача. И вот сейчас есть такое слово, ну, хайпануть, да, хайп. То есть люди, которые смотрят и потребляют этот контент, и в том числе, кстати, дети, их становится все сложнее и сложнее чем-то удивить. Удивить материалом, удивить монтажом, удивить какими-то спецэффектами. То есть а как по-другому? По-другому никак. То есть надо поднимать рейтинг. Ксении Собчак, первому каналу, второму каналу, там еще кому-то, блогерам. Сейчас многие уходят на YouTube. Поэтому я в этой новости вижу, это возможность какого-то такого дикого эксклюзива, который может, ну, я не знаю, даже разворошить умы каких-то домохозяек. Как ты считаешь? Может быть, людей, у которых такая вот очень тонкая психика или нестабильная, или люди, которые, допустим, люди, которые постоянно сидят дома, они сидят дома, смотрят телевизор, понимаешь? Для них весь мир это вот то, что говорят по телевизору или на YouTube, допустим, да? И вот они посмотрят на это и думают, что на улицу страшно выходить, понимаешь? Понимаешь, что на улице тебя подстерегают, вот такие люди, вот, но на то и расчет… Как говорится, выйди на улицу, не лишай себя удовольствия попасть в лапы маньяка, да? Да, на то и расчет вот этого шоу-бизнеса современного и медиа-бизнеса, это сыграть на чувствах людей, вызвать у них эмоции, которые уже нельзя вызвать обычными репортажами, обычными какими-то сюжетами. Как вот был и сейчас есть Александр Невзоров, который в 600 секунд, он бегал по подворотням, по горячим точкам, вот он, у него была профессия вот репортер, да? То есть у него оператор, и они бегут, они снимают этот экшен. Он очень отличался от того, что было. И вот сейчас даже этот экшен уже не способен, потому что очень много контента. Обрати внимание, сколько блогеров, сколько ведущих, и та же Ксения Собчак, ей нужен материал, ей нужен эксклюзив. Обрати внимание, ну что сейчас в информационном пространстве, какие сейчас у нас новости, что ты можешь сказать? Что сейчас есть такое, что людей может сколыхнуть, ну вот, кроме маньяка? Вот какая-то новость или событие, вот танкера перегородил советский канал. Не зашло, понимаешь, вот казалось бы, да, огромная махина, нагруженная всевозможными там нефтяными какими-то товарами, может быть, точно не помню, она перегородила. Ну, понимаешь, это вот лет 20 назад, 30, это была бы огромная новость. Это катастрофа, советский канал стал. Ну, слушай, 2020 год-то показал, что не день-то новость. Понимаешь, разве кто-то мог представить, что, например, весь мир перестанет летать друг к другу на самолетах, и все будут сидеть дома. А теперь для нас это обычное дело, а как ты, народ, поднимешь рейтинг? Хотя, ты знаешь, я, честно говоря, не среагировал на этого маньяка, то есть, он меня не заинтересовал. Был такой чикатило в свое время, не знаю, кстати, вот к своему стыду, там жив он или нет, я просто не знаю. Нет, нет, все, его казнили. Да, у него было такое, что он там, когда сознался, то есть, проводили следствие после этого, вынесли переговор о смертной казни. Другой вопрос, что вот лично я, я, может, какой-то такой немножко старомодный в этом плане, вот я бы не хотел бы видеть такие репортажи и смотреть их, и в том числе, чтобы смотрели мои дети, например. То есть, какая-то должна быть мораль присутствовать. Да, ты знаешь, я все-таки хотел бы, чтобы мои дети или дети моих близких, родных и вообще любые дети, чтобы они воспитывались на каком-то добром, хорошем контенте. Я понимаю, что оградить их невозможно, хотя можно какие-то блоки поставить, какие-то ограничения вести. Но вот этот контент, он разрушающий, потому что Ксения Собчак и люди нашего возраста, они воспримут этого маньяка или еще кого-то. Ты знаешь, вот мы смотрим, он сидит где-то там. Это шоу, это прикол. Это как Дмитрий Нагиев, там, уральские пельмени, понимаешь, это шоу. Это происходит где-то, но не здесь. То есть, это может актер. Вот мы на подсознании воспринимаем это так. Но дети, когда смотрят такие программы, и не только эти, это еще не самое страшное. Они, честно говоря, по-другому все это воспринимают. Ты знаешь, что может сделать вывод человек? Все же по-разному относятся к этой ситуации. Кто-то увидит, что да, можно, оказывается, совершить какое-то там преступление, и после этого можно отсидеть и получить деньги. Тоже как прекрасный шанс заработать деньги. Или получить славу. Или получить славу. Кстати, извини, что я тебя перебил, просто вспомнил, что буквально вот вчера, по-моему, была новость, когда в Москве какой-то известный блогер, я не знаю, кто это, к сожалению, он совершил массовое ДТП. Вот сейчас вот идет новость. Да, она по всем, опять же, новостным лентам. То есть, человек… Ну, не он, это его автомобиль, я этот Билл, как его там, блогер там, да. Вот, он появился на месте, где его автомобиль. Он сказал, что это его друг управлял, то есть, он взял ему машину. То есть, ну, по ходу дела, действительно, он, не он был за рулем, но его автомобиль. Но он, на самом деле, если так вот посмотреть, все, что сейчас вокруг его имени, то он гонял достаточно так, экстремально гонял и тем самым провоцировал людей из-за каких-то столкновений. Ну, вот люди смотрят контент. Опять же, все здорово, круто, скорость, хорошие машины, красивые женщины, там, дорогой алкоголь. То есть, все это красиво в таких фильмах, как «Форсаж», где все это очень круто, и каждый хочет быть похож на этих актеров, этих персонажей. А потом они смотрят на Ютубе реальность, и там тоже красивые машины, ты популярный, у тебя много подписчиков. А я, простой Вася, Петя, который сидит в Сосновом Бару, в Санкт-Петербурге, в Омске, в Новосибирске, в Сочи, там, в любом городе. Я не такой успешный, как он, у него же миллион подписчиков, и он гоняет на классной машине Ауди. Да, его поймали, но ты знаешь, а как они воспримут вот эту новость, что его поймали? Это же прямо как Джейсон Стетхам, которого поймали, или этот Вин Дизель, который разбивает и уничтожает людей, взрывает. А он-то хороший, но это же фильм, а этот человек, он в реальности. И вот эта грань из реальности, она перешла в нереальность. Человек, который смотрит на Ютубе, он не понимает уже, что это нереальность, это жестокая правда. И поэтому, как это дальше будет, в том числе вот этот маньяк, а что потом? То есть мы кого должны будем, вот ты, например, расскажешь, ну, Ламека Александр, как-то он уже немножко, ну, слишком скучно как-то, знаешь, инвестиции в жизнь. А как мне поднять рейтинг? Или Первый канал скажет ведущий, ну, ребят, ну, поймите, ваши рейтинги уже упали от политики, вы постоянно одно и то же говорите. Мне действительно надо угнаться за Ксенией Собчак, потому что люди-то уходят в интернет, понимаешь, ты же сам знаешь, что сейчас реклама в интернете и ВКонтакте. Дать себя изнасиловать Ксенией Собчак. Ну, а что делать теперь? Больше нет никакого способа. Деньги-то Первый канал с убытком закончил, его сейчас продали, ВТВ, по-моему, выкупил какой-то пакет, что-то неконтрольный, потому что он весь в долгах и в шелках. Сейчас деньги утекают все в интернет, реклама, огромные деньги утекают. И уже телевидение, это скоро оно прикажет долгожить, то есть это интернет, это мы с тобой еще это увидим. Слушай, вот вчера, вот говорю, был на, скажем так, курсах потребителей, я у них спрашивал, кто знает вообще компанию Валберес, ну, кто заказывал, лес рук. Это лишь говорит о том, что торговые центры, которые сейчас существуют, они в большой-большой опасности, потому что, ну, все очень дорого, особенно в нашей стране, когда доходы, реально располагаемые доходы граждан падают уже больше, там, 7 лет подряд, вот, поэтому можно сразу и к вопросу перейти, как ты думаешь, почему все-таки цены растут у нас, да, и с чем это, прежде всего, связано? Почему растут цены? Именно в России. Ну, да, ну, то есть они, конечно, и не только у нас растут и в других странах, но там-то сейчас понятно, сейчас мы говорим о более развитых странах, таких как Соединенные Штаты Америки или Европу, Японию, там, Китай, да, там выдавали деньги в виде финансовой помощи своим гражданам, понятно, что включали санок, и есть определенная инфляция, ну, есть к этому предпосылки. А почему все-таки цены растут в нашей стране? При том, что вот год назад, ну, какой год назад, полгода назад куб досок я покупал за 9 тысяч, сейчас это стоит уже 18, ну, от 14 до 18 тысяч, смотря где найдешь. Когда в каком-то магазине, скажем так, заканчиваются доски за 14 тысяч, ты пойдешь, если тебе надо, будешь покупать за 18 тысяч, да, вот, поэтому, такой вот вопрос. Почему все-таки дорожает? Потому что древесину мы сами производим. Михаил, это очень интересный и такой глобальный вопрос. Я об этом думаю постоянно. То есть я думаю об этом не только как потребитель, который приходит в магазин, но я думаю с точки зрения вот анализа какого-то. И хоть я был маленький в 90-х, там, годах, 80-х, но я вот с того времени пытаюсь проанализировать, почему так происходит. И почему мы говорим про какое-то, допустим, импортозамещение в том числе, говорим про какие-то вещи, но все равно видим, что действительно цены растут. Ты знаешь, я думаю, что мы не смогли избавиться от импортных составляющих в нашей промышленности, в сельском хозяйстве. Недостаточно технологий. У нас очень мало своих технологий. Хотя, в общем-то, работа ведется, но этого недостаточно. Я думаю, что у нас очень сильная зависимость от валюты, потому что мы не можем быть не интегрированы в мировую экономику. Что касательно цен, например, на бензин. Ты знаешь, мне кажется, здесь эта система направлена на экспорт. То есть вот мы гоним на экспорт, а здесь что останется? Это не секрет. Есть такой демпферный механизм. То есть если цена на нефть падает, и доходы экспортеров падают, тогда правительство доплачивает им определенную сумму, которую она получила от продажи этих же самых ресурсов в те времена, когда цены были высокие. Вот когда цена растет, она эти деньги у них забирает. Но цена на бензин все равно растет. Понимаешь, инфляция. Источники возобновляемых наших ресурсов, они в основном еще при СССР открыты и качаются оттуда. Они когда-нибудь закончатся. Оборудование все импортное. Надо задать вопрос производителям. Почему вы не производите свое оборудование? То есть почему вы все… Маленький рынок. Да. Почему вы… Маленький рынок, то есть с точки зрения… Все зависит от потребителя. Хватает ли количество потребителей для того, чтобы снизить, опять же, издержки этих потребителей. То есть если вы даже зайти и купите акции российских компаний, их не так много. Пару банков, пару нефтянки, чуть-чуть химии. И небольшое количество IT-компаний. Все. То есть покупать нечего. Михаил, ты знаешь, я вот, опять же, я пришел к такому выводу, что, возможно, наша страна, она действительно особая в каком-то степени. И что у нас не получится такого рынка, вот как, например, это в Америке, где частные компании и фондовый рынок занимает там 80%. У нас так не получается. Ты знаешь, вот, действительно, критикуют правительство, президента. Ну, много за что критикуют, допустим, там местные власти. Но ведь действительно один человек, даже если он что-то делает, может быть, ну, не совсем так, как хотят, много полномочий у местных, допустим, у бизнесменов, там, еще у кого-то. Ну, ты знаешь, по какой-то причине, по какой-то причине они сами вот не заинтересованы. А знаешь, где кроется, вот, где кроется ответ? Нет, а потому что, если мы вернемся к той теме, когда мы обсуждали выборы и дворы, если люди начнут обустраивать жизнь вокруг себя и обращать внимание на свой двор, а не то, что я зашел в свою квартиру, закрыл дверь, а что там происходит, это не важно. Ведь какое отношение к таким людям? Отношение к ним самое, ну, скептическое. То есть, ребят, если вам достаточно вот такой жизни, если вы не хотите откладывать себе на пенсию, если вы вместо того, чтобы учиться, записываете видосики на ТикТоке, допустим, если вы вместо покупки какой-то нужной вещи покупаете телефон в кредит, то какое к вам будет отношение? То есть, надо изменить себя, ну, начать вот с этого. А цены растут. А ты помнишь, чтобы они когда-нибудь падали? Ну, вот было такое. Вот, кстати, было такое, что вот после 2008 года, когда был один из кризисов, валюта немножко снижалась. Ну, какой-то был, по-моему, период такой, что она снижалась. Потом снова повышалась. То есть, если мы возьмем отрезок… Заливали резервами на самом деле. В тот момент. Специально делали смягчение, заливая резервами. Ты правильно говоришь, что основа основ и проблема – это в том, что мы не занимаемся своими дворами, не берем ответственность за себя, прежде всего, да, все ждем, когда кто-то за нас придет и решит наши проблемы. Это, наверное, самое главное здесь. Вот. А если говорить об экономических, там, да, вот, аспекта, которые привели все-таки повышение и росту цен в магазинах, очень много факторов. Понятно, что 2020 год внес свои коррективы, очень много бизнесов не работало. Это один момент. Это, конечно, привело… Ну, вот эти жестокие меры локдауна привели к тому, что много компаний закрылось за 2020 год, если мне не изменяет память. Ну, очень много, не буду сейчас говорить, очень большие цифры. Это один момент. Второй момент – это закрытие некоторых упрощенных видов из упрощенных систем налогообложения, таких как и НВД, когда люди, например, тратили там 6 тысяч рублей, там, условно говоря, за квартал, а сейчас им нужно тратить там, например, там 46 тысяч, казалось бы, 40 тысяч – это небольшая сумма, но для маленького бизнеса это тоже может являться существенным вопросом. Это второй момент. Третий момент – недостаточно грамотные предприниматели, которые не хотят, либо у них не хватает времени для того, чтобы разобраться в налогах. Потому что мы с тобой давно уже общаемся и говорим о такой достаточно уникальной системе налогообложения – это доходы минусы расходы. То есть, ну, если ты потратил порядка 70-80% из полученного дохода на оплату поставщикам, на оплату налогов, то постарайся каким-то вот таким вот замечательным образом снизить свою налоговую базу, но это люди не делают. Еще один такой момент – это, конечно же, увеличение различных налогов и сборов. Это как раз-то все и вкладывается в цену, в цену товара, в цену услуги. И, наверное, сейчас один из действенных способов – это не фиксировать цены на каком-то уровне, потому что фиксация цен за сахар, на сахар, на масло – это так или иначе переведет к дефициту. Ты правильно сказал, что выгоднее отправлять на экспорт, чем продавать по фиксированной цене, когда ты несешь убытки. Бизнес не работает ради убытков. То есть, здесь нет меценатов, которые будут просто вкладывать свои деньги ради того, чтобы кому-то было хорошо. Мы все работаем ради извлечения прибыли. Это действительно очень много факторов. И единственный способ сейчас как-то снизить издержки потребителей – это начать снижать налоговую нагрузку. Это единственный сейчас способ. И у государства существует очень много излишних расходов, которые приводят к удорожанию цен на прилавки. Здесь можно тоже спросить, задать тебе точнее вопрос. А как ты вообще относишься к тому, что мы очень-очень много раздаем денег и прощаем? Сейчас поступила такая информация, я не знаю, правда это или неправда, что деньги стабилизационного фонда сейчас будут направлены на то, чтобы кредитовать страны, которые к нам нормально относятся, для того, чтобы они покупали наши товары. Как ты вообще относишься к этой ситуации? Ты за, против или воздержался? Я отвечу так. Это неизбежность. Это жестокая реальность политики, когда государство определенные деньги и большие деньги направляет на внешние какие-то вещи, которые простой человек не понимает. Согласен он с ними или не согласен. Правильно это или нет. Ты знаешь, так было на самом деле всегда. И при Советском Союзе, который огромные деньги направлял на поддержку Восточного блока и таких стран, как Афганистан. А потом там была война, и мы оттуда ушли. Ты знаешь, это решение геополитики. Вот простой человек, он не способен понять, надо это, не надо, и даже если он понимает, что это не надо, у нас есть вот такие задачи, вот мои. Это вот мои задачи обеспечить себя, семью, квартиру. Опять возвращаясь к двору. Да, к двору. А есть государственные цели. Мы не сможем на них повлиять. И ты знаешь, я, конечно же, не совсем, возможно, согласен и не всего понимаю. Но такие вопросы, как безопасность или геополитика, они решаются на таком высочайшем уровне, что чем-то приходится жертвовать, чтобы решить более серьезные задачи. Вот ты знаешь, Россию на самом деле вот часто обвиняют наше руководство, ну, критикуют, и, конечно, всегда есть за что критиковать. Но какие-то определенные задачи достигают, достигаются, где-то не получается. Но человек, ну, он должен понять, что политика – это жестокая, опять же, вещь. И маленький человек – это маленький человек. Есть задачи, которые должны решаться. Даже путем того, что где-то у нас не будет, может быть, решено что-то. Но это неизбежность. То есть мы хорошо к этому относимся или плохо – это будет. И я, честно говоря, не помню таких времен, когда было по-другому. То есть вот это даже во времена Ивана Грозного, когда простой человек, он был где-то там, решались геополитические задачи. И ведь действительно Российская Федерация, она действительно всегда противостояла. Ну, так получилось. То есть когда-то была хорошая обстановка, когда-то не очень, но, по сути, всегда. То есть мы всегда противостояли. Это стык культуры, столкновение. Понимаешь, вот приезжают в Брюссель, улыбаются друг к другу, Сергей Лавров там улыбается. Ну, сидят на камеру, на самом деле, выходят потом. И за дверьми закрытыми, там другие вопросы совершенно решаются. Хотя мы, туристы, ездим, вроде все нормально. Но что касательно простого человека, то, конечно же, хотелось бы, чтобы больше было финансирование медицины, чтобы больше было на социальные расходы, на врачей, на учителей, на пенсии. Я, конечно же, если говорить просто меня как человека, то я, конечно же, этого бы очень хотел, чтобы это было искренне. Потому что я смотрю на пенсионеров, мне, конечно, их искренне жаль. Я понимаю, что они оказались там ноги в жестоком мире, когда пенсия там 12 тысяч. Я, естественно, не могу это поддерживать. И поэтому мы говорим опять же, что следующему поколению и нашему поколению надо самим. Кстати, Россия, несмотря ни на все, остается одной из самых таких социальных государств в сравнении с Европой, где все очень жестко. И в Америке еще жестче. Если у тебя нет медстраховки, то ты все, ты никто. А что касательно стабилизационного фонда, ну ты знаешь, я, честно говоря, такой информации не слышал. Я не думаю, что… Это чтобы было понятно, я это просто услышал, скажем так, от представителя коммунистической партии. Поэтому я говорю, что оттуда ноги растут, по крайней мере. Ну слухи и ходят уже. Если говорить про мое мнение, такое скромное, то я считаю, что фонд есть. Он не растрачен полностью, и ситуация стабилизировалась. То есть это, ну это как бы мое мнение. Потому что, ты знаешь, я думаю, что должна быть сумма, и в нашей государстве мы уже это понимаем, что должен быть НЗ, так называемый, на какую-то критику. Поэтому кому будет направлена поддержка, тот же еще понимаешь какой момент. Мы не понимаем, за что эта поддержка направлена. Вот говорят, допустим, там условно, там Мозамбику или Сомали в Буркино-Фасо списали там 30 миллионов долларов, там миллиард долларов. Ну, Михаил, разумеется, это списали не просто так. То есть наверняка списали за какое-то размещение чего-то, за контракты, за какое-то сотрудничество. А может это вообще являться, скажем так, международной обналичкой? Международной обналичкой? Ну, как вариант. Просто смотри, так получалось, что мы им деньги отправляем, потом списываем, а там как бы получается, что идет обратно в наше посольство в коробках деньги. То есть, ну, были такие, ну, это реально новости, то есть, что обратно возвращают не бутылками, там, да, например, там водки, а в коробках упакованы банкноты денег. Причем сами же эти новости, это новость, это ее можно поискать в интернете. Да, я понимаю. Ну, ты знаешь, я, честно говоря, ну, я не верю в это, вот лично в мое мнение, что это так делается откровенно. Почему я не верю? Знаешь, все-таки, ну, как сказать… Вот смотри, потому что часто говорят, что столько-то там триллионов долларов вывезли из страны. Каким образом можно вывезти, если ты бы везешь деньги, да, то есть, это понятно, что, ну, сколько эту сумму ты можешь вывезти, но ты же не будешь возить там, например, там 100 миллионов и возить таким способом. То есть, тебе, скажем так, на пограничном контроле тут же остановят и спросят. Точнее, не тут даже, а там спросят. То есть, ты идешь там, ты же все равно же пропускаешь свои вещи через таможенный контроль. Да, ну, через эту аппаратуру. И там видно, что у тебя что-то там, ну, такое. Лежит денег, да. Ты знаешь, мне кажется, что, конечно, в кейсах возить это, ну… Никто не возит. Да. Ну, это так, по мелочи. Понимаешь, дело в том, что вот очень многие предприятия у нас, там такие сложные цепочки бенефициаров и собственников, и обналичивание, выплаты дивидендов, и еще масса-масса других. Ну, ты знаешь, я могу сказать, что все равно, ну, борются с коррупцией и борются со всем этим. Просто не все видно, и бороться надо. Вот. Это я с тобой полностью согласен, как бы. В любом случае, мы должны принимать участие в политике, да, потому что политика – это все-таки разговор о власти. То есть мы возвращаемся с тобой ко двору. Ко двору. И исключительно мы заниматься должны двором. Смысл в чем? Причем, когда ты занимаешься двором, когда ты познакомился со всеми людьми, которые проживают вокруг тебя, ты прекрасно понимаешь, что вы начинаете общаться, и вас какая-то ситуация начинает раздражать. А так как все зависит от потребителя, то есть потребитель определяет политический режим, значит, это говорит о чем? То есть вот он, камень преткновения, и те люди, которые раздают деньги, понятно, что ты в чем-то вправ, когда говоришь, что без каких-то вот этих вливаний в геополитику невозможно, но у нас такое ощущение, что мы живем по принципу затыкания дыр, политических дыр, потому что мы, мы, опять же, мы граждане, не решаем свои вопросы. Мы все ждем, когда нас кто-то решит. — Михаил, вот если немножко в историю, вот ты не думал о том, что вот наша страна, Российская Федерация, ты знаешь, вот у нас не получится европейской демократии или какой-то другой демократии. — А мы должны свой путь выбирать. — Да, вот в том виде, в котором, например, многие хотят, что вот у нас такая демократия в Германии, в Нидерландах, в Австрии, где права человека якобы, но люди забывают, что там тоже свои моменты, что права человека там не всегда соблюдаются или они ограничены. Ну, не соблюдаются в том ключе, в котором люди как бы считают. Ты не думал о том, что наша страна, она действительно, вот если вспомнить историю со времен царей, что она действительно должна развиваться вот по такому пути. Вот как бы то ни звучало странно, что нужна сильная рука центра, который будет держать вот… Вот ты допускаешь, что такое действительно вот это наша модель, что у нас не получается такой рыночной экономики, в которую мы как бы хотим, чтобы у нас было 80% малого бизнеса. Смотри, я тебе так скажу, есть вообще принцип масштаба, что процессы, которые происходят, скажем так, в живом организме мыши, что в живом организме в виде слона, то есть разница между ними, то, что они в пропорциях отличаются. Но в перерасчете даже там, скажем так, на единицу масса тела, то получается они по факту-то одинаковые единицы, просто тут в размерах больше. И принцип там масштаба, к чему сводится? Что опять двор, не занимаетесь своим двором, не решаете его проблемы, то зачем вот вы куда-то лезете? Вы не можете удержать большего, потому что вы не настроили экономическую модель внутри вашего двора, но это принцип бизнеса, принцип масштабирования. То есть если ты открыл какое-то предприятие, организовал на нем все прекрасно, все хорошо, то ты дальше, то есть дальше твой этап развития это франчизи, да, то есть и вот по такому принципу должно обустроено государство. Сейчас нужно совершенно по-другому жить и развиваться, использовать современные бизнес-модели. Да, так звучит как-то странно, но для государственного уклада вообще жизни людей необходимо применять современные бизнес-модели. То есть это нужно вбирать в себя много факторов и понимать о том, что люди хотят быть не нормальными, такими как все, а люди хотят быть особенными. И вот эту особенность нужно выделять, учитывать, принимать и стараться, чтобы для всех это было комфортное проживание в нашей стране. Тогда не придется, наверное, вкладывать деньги в пропаганду для того, чтобы убедить людей, что вот у нас все так плохо было. У нас плохо только исключительно из-за нас самих. Мы виноваты в этом. Вот как-то так. Ну что, будем, наверное, заканчивать. Я тебя благодарю за то, что ты пришел в гости. Спасибо, Михаил, что пригласил. Было интересно. Надеюсь, какие-то мои мысли понравились. Кто-то будет их критиковать. Это нормально. И очень хотелось бы, чтобы критиковали. У нас была прямая запись, чтобы не думали, что мы здесь монтировали. Поэтому мы говорим то, что думаем. И надеюсь, что наши мысли кому-то помогут. Кто-то, может, даже напишет, что-то скажет. Это очень здорово. Поэтому если пригласишь еще раз на какую-то тему интересную, то я с удовольствием приду. И надеюсь, наши скромные знания мои, они кому-то помогут. Ты знаешь, конечно, мы сейчас возвращаемся к тому, к самому главному, с чего мы и начинали, и о чем мы сегодня говорили. Мы решаем проблемы нашего двора вот здесь и сейчас. Поэтому, понимаешь, пригласить сюда Ксению Собчак – это один момент. Но я специально приглашаю людей тех, которые как раз и создают эту страну. Вот с малого здесь вот именно. Ну что, на этом, в принципе, все. Я тебе благодарю. Спасибо большое. И до новых встреч. Пока.